Большой привет! Меня зовут Юля. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. У нас сегодня видео с покупками из магазина FixPrice в марте. Сегодня у нас 3 марта и я только что вернулась прямо с этого магазина. Хочу сразу все вам показать и уже разложить и начать уже чем-то непременно пользоваться. Здесь были как новинки для меня, так как я 2 месяца уже не была в этом магазине, ничего не покупала. Сегодня зашла за определенными товарами и я их купила, так сказать, урвала. Если вы такие видео любите, оставайтесь и я всем желаю приятного просмотра. Поехали! Первое, с чего я хочу начать, это вот такой календарь. Календарь по месяцам. Они есть разные для девочек, для мальчиков. Есть с принцессами Диснея, есть с героями из мультика Холодное сердце. Это Эльза, Анна и Принц. В общем, все вот эти герои. Снеговик там очень классный. Я их тоже листала, смотрела. Я взяла своему сыну с трансформерами. Вот так вот он выглядит. Сзади можно посмотреть, какие картинки на каждый месяц. И я вам сейчас покажу, как это все выглядит внутри. То есть это вот такой настенный большой календарь. Смотрите, картинка. И здесь большие такие крупные цифры. А еще очень удобно то, что показываются праздники, которые... И выходные дни, и праздники. В общем, все это тоже показывается. Сейчас еще какой-нибудь месяц покажу, где поярче. Вот, смотрите, какой классный. Это сенсей. Вот. Мне он очень понравился. Я тоже посмотрела, полистала в фикс-прайсе этот календарь. И прям взяла его. Цена 55 рублей. Мне кажется, очень классный за такую цену. Яркий, большой. Мне кажется, это очень интересная. И очень хорошая покупка за небольшую сумму. Дальше фикс-прайс. Видите, еще не распаковала. Я уже такую покупала косметичку. Я купила своей маме. У нее новая сумка. И ей нужна была новая косметичка. Так как она старую сумку выбросила. И старую косметичку, соответственно, так же. И она сейчас пользуется моей косметичкой. Такой нежно-розовой. Она говорит, что ей не очень нравится то, что она такая светлая. Она все время боится ее заляпать, там протирает. Она говорит, это доставляет ей какие-то неудобства. Она сказала, купи мне простую черную косметичку. Какую-то раньше. Вот я и такую уже покупала. И синюю такую покупала. И, собственно, снова взяла черную. Давайте я вам ее покажу, как она выглядит. Цена 55 рублей. Косметичка очень классная. Сейчас тут какие-то волоски есть. Но я сниму. Ценник. Замочек в виде цветочка. И внутри она тоже черная. У меня мама такие косметички очень любит. Она простеганная. За 55 рублей очень хорошая косметичка. Обычные косметички я покупала в последнее время где-то штук 5 косметичек. Именно на подарки. Они все по стоимости более 200 рублей. Хотя по качеству они немного другие, конечно, отличаются. За 55 рублей просто отличная косметичка. Присмотритесь. Есть в разных цветах. Есть золотистые, серебристые, синие. Красная тоже была. И вот единственная черная, которую я забрала. Очень довольна. Зубная паста с кальцием. Новый жемчуг. 125 миллилитров. Цена 50 рублей ровно. Я покупаю эту пасту второй раз. Не могу сказать, что она мне сильно понравилась. Но у меня были проблемы с зубами. Я это расскажу в отдельном видео. Я думаю, что многим мои советы пригодятся. И, в общем, вот эту пасту я использую уже с того момента, как у меня прошла чувствительность зубов. И у меня на эту пасту нет никакой реакции. Нет чувствительности. Не возобновляется. Поэтому я снова ее купила. Она жидкая. Она белого цвета. Она вот здесь зафольгирована. Вот такой большой, смотрите, у нее тюбик. Цена очень бюджетная. Везде она стоит дороже. Зафольгирована. Она такая средне-мятная. Даже, я бы сказала, такая сладкая, слабенькая мята. Нормально очищает зубы. Не идеальна, могу сказать. Не до скрипа. Но, собственно, это не отбеливающая паста. Поэтому я ей все прощаю. Я даже с ней делала аппликации на зубы, когда у меня были прострелы. Такие от воздуха, от холода, от чего-то горячего. Я делала с этой пастой аппликации. Не могу сказать, что прям сильного она мне помогала. Но снижалась чувствительность. Также я еще пользуюсь не только этой пастой, но еще пастой для снижения чувствительности зубов. Для прям моментального эффекта. Я ими чищу зубы два раза в неделю. Как профилактику. Потому что я с проблемой сама уже справилась. И обязательно хочу рассказать, что мне помогло в отдельном видео. Так что вот такая покупка. Очень бюджетная. Но паста, в принципе, нормальная. Дальше продолжая тему покупок для полости рта. Сыну ополаскиватель. Колгейт. Форта, кора, дуба и пихта для десен. У него любимый с зеленым чаем. Ну вот фикс прайс. Сейчас привезли вот такой ополаскиватель. 500 мл стоит 99 рублей. В карусели, в пятерочках. Ну везде, где я видела такие ополаскиватели. В таком объеме они стоят около 200 рублей. Поэтому в два раза дешевле я покупаю всегда и в фикс прайсе. У меня сын очень любит все ополаскиватели. И это постоянная моя покупка там. Дальше ролики сменные для чистки от шерсти. Ваши одежды. Без роликов просто жить невозможно. Если у вас в доме есть животные, я не представляю вообще, как можно прожить без роликов. Они у нас по всему дому просто лежат. Каждое утро я очищаю одежду сына перед школой. То есть он когда уже одевается, перед тем, как надеть верхнюю одежду, я роликом прохожусь по нему, по всему, чтобы он пошел без шерстинок, без всего. Абсолютно в чистом виде. И также я тоже сама пользуюсь этими роликами. Я ими чищу уги, я ими чищу джинсы. В общем, все, что угодно. И они у нас просто улетают. Не знаю, с какой скоростью. Поэтому я покупаю в фикс прайсе. Они мне достаточно нравятся. Есть и лучшие ролики. Мы уже пробовали очень много разных фирм. Но самый бюджетный это в фикс прайсе. За 50 рублей 2 штуки, 80 листов. В каждом ролике 40 клейких листов. В принципе, все хорошо удаляют. Так что это постоянная наша покупка. Дальше семена. Купила 2 пакетика семян. Это укроп грибовский и петрушка богатырь. Я купила ящики под рассаду. И хочу посадить вот петрушку, укроп в одном ящике. Во втором ящике что-нибудь другое посажу. Наверное, какие-нибудь салатные листья. Еще не покупала семена. Но для одного ящика купила половинка укропа будет, половинка петрушки. Потому что ящики, эти парники, они достаточно большие. Как раз на 2 вида семян. Хочу попробовать выращивать зелень дома. Вот эти пакетики по 8,60, по-моему, каждой. Я когда-то, мне кажется, очень давно, лет 8, а то, может быть, больше назад, уже занималась домашним выращиванием зелени. Но она какая-то все время такая тоненькая, хиленькая, листики совсем-таки полупрозрачные. И я потом как-то это все бросила. Вот сейчас хочу попробовать снова. Уже купила грунт, купили удобрения. И вот сейчас купила самое главное это семена. У меня там осталась еда. Я себе покупаю постоянно вот такие хлебцы фикс прайс. Они там всегда разные. И сегодня было только 2 вида. Вот эти вот постные и с луком еще. Тоже этой же фирмы. Фирма Сладкая Жизнь, кондитерская фабрика Санкт-Петербург производит. Эти хлебцы для меня, я пробовала, мне кажется, все виды. Они все одинаковые. Я не чувствую никакого привкуса, никакого вкуса лука, специи. Там какие-то есть со специями, ароматные. Они все одинаковые. Все такие солененькие, хрустящие. Мама говорит моя, что это просто какой-то пенопласт. И она говорит, как ты их вообще ешь? А мне они очень нравятся. Я их даже могу с джемом съесть утром. Ну, в общем, совсем я их могу съесть. По 16.50 они стоят. В магните такие продаются по 20 рублей. Ну, только вот один вид там какой-то продается. Но я беру в фикс прайсе. А там я взяла корм в пакетиках. Это Perfect Fit. Он там тоже в фикс прайсе дешевле всего. 16.60 за пакетик. Везде он стоит около 30 рублей. 27.50 он стоит в магните у нас. Ну, вот я беру на 10 рублей, даже на 11 дешевле фикс прайс. В этот раз был только говядина в соусе. Еще бывает с курицей, с индейкой. По-моему, еще с рыбой. Вот этот корм, кстати, хороший по составу. И у меня котики очень любят и сухой корм Perfect Fit, и вот такой вот влажный. Самое вкусное я оставлю напоследок. Это то, зачем я целенаправленно шла. А сейчас покажу вот такие два сока. Покупала своему сыну. Школу такие иногда берет, иногда дома просто пьет. По 12.50 мультифруктовый сок и яблоко. Это фирма любимый. Везде они тоже стоят где-то 20 рублей. А здесь вот 12.50. Взяла ему две штучки. Так мы берем тоже их периодически. Иногда большие, ну, вот такие маленькие. Просто удобно брать с собой. И как раз то, зачем я целенаправленно шла, это я купила именно для себя. Я думаю, что мои вряд ли такое будут пить или кушать. Ну, хотя, возможно, все. Это овсяное молоко. То есть, это безлактозное. Нет ГМО, нет трансжиров, никаких антибиотиков. Вместо молока. Один литр стоит фикс-прайс 77 рублей. Я знаю, что вот это молочко овсяное в магазинах, где продается безлактозное молоко из различных производных, там оно стоит гораздо дороже. То есть, есть молоко амарантовое, еще какое-то. В общем, их видов там очень-очень много. Но вот овсяное молочко здесь фикс-прайс стоит очень бюджетно. И оно свежее. Буду пробовать 3-2% жирности. Еще есть в маленьких таких бутылочках 200 мл, 25 рублей стоит. Но вот это получается гораздо дешевле литр за 77 рублей. Я взяла два последних. Представьте, у нас все разобрали это молоко. Я прям схватила два последних. Думаю, хорошо, что я успела хотя бы на два. Если мне понравится, я возьму побольше. Потом может быть в другом фикс-прайс. Но пока вот буду пробовать. Буду себе делать блинчики какие-нибудь. Такие в лайтовой версии. Овсяная мука, у меня кукурузная есть мука, рисовая. Поэтому буду пробовать. Написано, что нужно взболтать. Потому что я думаю, там осадок по-любому какой-то есть. И калорийность, я скажу, 60 килокалорий. В принципе, стандартная калорийность. Ну, это молочко более полезное считается. Ну, не знаю. Попробую. На этом мои покупки абсолютно закончились. Я сегодня очень довольна, что я купила все то, что я хотела. И у меня получилась сумма 660 рублей, по-моему, за все, что я вам сегодня показала. Я надеюсь, что вам видео это было интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Но я сейчас все это разложу. И уже завтра буду делать себе, попробую сделать блинчики на этом овсяном молочке. В Инстаграм обязательно выложу. Либо в сторис, либо в пост сделаю. И расскажу, понравилось мне или нет. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм. Если вас заинтересует мой профиль, конечно же. Никого не заставляю насильно. Только если вас заинтересует мой профиль. Заходите, ссылочка под каждым моим видео. Ну, а сейчас я с вами буду прощаться. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Всем пока.